Всем привет и добро пожаловать на наш канал на ютуб, где мы с мужем и маленькой Эрин рассказываем вам о жизни в Южной Корее. Сегодня Эрин отказывалась просто спать дома. Я недолго думаю, ее погрузила в коляску и говорю, дочь, ну спать-то надо, так что спи на свежем воздухе тогда. Ребенок спит? Не буду ее будить, поэтому стараюсь говорить немножко тише. Хотя она очень крепко заснула, потому что она действительно пропустила все свои дневные сны дома. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня в последнее время достаточно долго гуляем, так что я даже если тепло стараюсь забыла брать обязательно шарфик и уже укутываться. Ну, действительно, потому что когда больше двух часов на улице, то можно немножко и замерзнуть. Одеваю самые свои убитые, самые удобные кроссовки. Потому что реально стараюсь не просто сидеть на месте и где-то ее подкачивать, а тоже переходить в форму и гулять. Потому что это же тоже попробуй такую коляску покатать Эрин сколько-то там 9 килограмм или сколько она уже весит. Так что это моя личная физкультура, мой личный спортзал. Хорошо, что она у меня не сильно просится на руки, потому что мне кажется, у меня бы уже такие были бы мышцы, если бы я ее все время носила на руках. Но зато это папа только на ручки. С папой по-другому. Нельзя. Он сегодня уходил на работу. Он прям, она как знала. Прям проснулась. С папой поздоровалась. Он ее немножко поносил. Провели вместе папу на работу. Получается, в последнее время так, что когда он уходит, она еще спит. Когда он приходит, она уже спит. Потому что у нас не то что режим. Ну да, если это можно назвать режимом, она засыпает стабильно где-то в 7 часов вечера. В полседьмого, если она немножко пропускает дневные сны, если плохо спит. Вот. И получается, спит 12 часов, просыпается только чтобы подкрепиться. И просыпается около 7 утра. То есть, когда его уже нет, он уходит в 6.30. И приходит в 9. Вот. Так что... Осенью обидно, конечно, так, что... Ну, у нас папа долго работает. И я думаю, у каждой семьи такая же самая ситуация. И поэтому выходные все папаны. Эрин просто... Я говорю, так, пожалуйста. Я поняла тебя, Доча, едем-едем. На месте не стоим, да. Открыла глазки, проверила. Мам, ты здесь? Здесь. Все. Дальше закрыла глазки, дальше спит. Видите, я сп... Вот она еще такая хитрая. Просто, когда стоишь, не хочет спать. Сейчас хочу. Точно! Сейчас пойдем в мое секретное место. Кстати, у нас открылась начальная школа. И посмотрим, сведет ли слива. Вот оно, мое секретное место. Если вернуться на год назад, то есть видео, где я сижу на этой лавочке, и за мной сведет слива. Вот она. Бутончики есть, но она еще не распустилась. Ничего, пойдем сюда немножко попозже. Ты где? Ты на улице проснулась? Да. Ага. Кто там кричат? Детки? Возле детского садика? Ты уже скоро тоже пойдешь в детский садик. А потом в школу. А потом вообще тебе замуж надо выдавать. Ты не уедешь далеко от мамы? Как мама, не уедешь далеко? Мама далеко-далеко от бабушки уехала. Ты не уедешь от мамы? Мы здесь с мамой все время. Да. Мы здесь с мамой все время. 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 У меня это все время. У меня есть в течение с мамой все время. Мы здесь с мамой все время. У меня есть в течение с мамой. Ребята, ты скоро тоже будешь кушать с нами? Завтракать? Пюре, я мама тебе будет делать. Ты тоже хочешь попробовать? Тотенька, тебе еще нельзя. Да, ты хочешь спадки, злишься? У тебя такой красивый комбез. Кого это слюни текут? Кого это слюни текут? Привет! 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 Сегодня семейный день. Мы все вместе вышли на прогулку. Вода чудесная. Вода чудесная. Привет! Здравствуйте! Домой выйдем у папы на ручка Домой выйдем у папы на ручка Эрина, чего у папы на руку? Они в коляске Ты что, плакала? Спасибо